Добрый день, дорогие друзья! Харьевом, с вами доктор Перч, Омнамшиевом. Друзья мои, мы сейчас вот с вами начинаем разбираться очень серьезную тему, которая, конечно, тонна вопросов по поводу вот этой вот восьмиступенчатой йоги Патананджары. То есть, еще раз, йога – это философия, это одна из шести школ философии, которая говорит, в принципе, что дуализм мышления человека, когда человек постоянно живет в оценочной вот этой вот категорийной мышлении, что вот это вот состояние может быть опровергнуто. Ты можешь лишиться дуализма мнения вот такого, лишившись, впав в такое состояние человеческое, которое называется самадхи. Вот, но то ли к радости людей, которые впадают в самадхи, вот, но не к нашему горю, конечно, друзья мои, чтобы стать самадхи, чтобы получить вот это состояние, конечно же, ты должен быть духовником, ты должен пройти там саньясану, понимаешь, ты должен там, то есть, ты должен к этому стремиться, да? Вот, если ты решил вот выбрать вот такой вот практический философский путь изучения вот этой вот возможности на самом себе, то ты, конечно, должен следовать определенным каким-то там, там, манерам, к примеру, поведения, да? И вот первый этап этого, вот этого вот прохождения, как бы вот этой вот философии на самом себе, вот, которые, если вы выбрали, то добро пожаловать, вам не обязательно там топать до самадхи, но до дьян, конечно же, ребята, добраться, мне кажется, очень легко и просто, даже, ну, я, конечно, не дьяпру говорю, когда там просто вот, но стоит попотеть, да, но возможно, а вот самадхи пусть там, может быть, подождет. Так вот, друзья мои, мы начинаем с изучения первой ступени, что такое яма, да? Вот для тех, кто знает Кадху Панишат, к примеру, те знают, что там существует такой персонаж, который называется бог яма, и он является как бы вот богом смерти, покровителем, или он просто есть как бы смерть, поэтому яма, вот первую ступень Патананджали, мы должны быть приблизительно так же и там перевести, понимаете, похороны, типа такого, понимаешь, все, ты должен отказаться, зарыть, потерять, избавиться от некоторых твоих чувств, ощущений, некоторых твоих привычек, потому что впереди у тебя будет изучение твоих сил внутри тебя, и для того, чтобы ты ощущал эти силы, для того, чтобы слышал силу воли, для того, чтобы чувствовал любовь, силу любви, ты должен отказаться от вещей, которые мешают тебе это делать, вот, и, конечно же, самым важным вещью, которую ты должен сказать, я не отказываюсь от этого, понимаешь, это насилие, и когда мы говорим вот об этом, не убей, понимаете, вот, понимаете, мы говорили о связи нашего воображения с нашей реальностью, да, наше воображение, вот то, что я там придумываю у себя в голове, фантазирую, влияет оно на мою реальность или нет, вот это вот призыв не убей, призыв не проявляй никакой агрессии, он должен заключаться только в моем вот поведении, а в моей голове, могу ли я продолжать дальше лупасить там палкой любовника моего жены, как я там себе представлял когда-то раньше, понимаешь, или нет, не насилие, на каком уровне это вот ощущение отказа тебя полностью от насилия по отношению к другому живым существам должно быть, понимаете, и мне кажется, что это очень важное, очень глубокое, очень личное достояние каждого человека, который вот пройдет через этот период, потому что мне кажется, что вот этот вот отказ от насилия, он должен быть не только вот здесь вот снаружи, в моей вот этой вот актуальности, где я живу вот в этом вот в моем мире, но и глубоко во мне, а отказ от насилия внутри себя, он обязательно должен быть через некоторые, некие такие что ли, этапы самоковыряния внутри себя, некие такие там, понимаешь, ты будешь сам ходить к себе на прием, как психоаналитику, понимаешь, и сам копаться там в своих собственных фантазиях, мыслях, прошлых, мемори, там, и всего такое прочее, чтобы понять вообще, боже мой, насколько же ты был там груб по отношению к людям, насколько ты там был неправ, там, обзывая кого-то там, потому что такое еще в своей жизни, понимаешь, и вот этот вот отказ от насилия полнейший, является одним из вообще, мне кажется, самых важных достижений человека. Интересно, что вот в Индии существует такая религиозная группа, которая называется джейн, да, я не знаю, знаете ли вы, нет, есть такие люди джейн, они там разделены на джейнисты, джейнисты, они в Индии занимают такое приблизительно место, как в обычном, в американском обществе, к примеру, занимают иудеи вот в драгоценных камнях, то есть весь маркет Америки, как бы регулируется иудейской комьюнити, понимаешь, а в Индии этот огромный маркет регулируется вот джейнами, вот джейны там рулят, и они делятся на белых и обычных, вот белые это вообще люди, которые, так вот, к чему я говорю, к тому, что джейнисты, вот джейнисты, они считают, что дальше ничего не нужно, вот вообще делать, то есть вот этой первой ступени, человеческой, важнейшей, когда человек там сядет, будет сидеть и думать, и думать, и думать, вспоминать, переоценивать, переосмысливать, и когда человек полностью откажется вот от этого чувства, желания нанести вред другому человеку, принудить его что-то, делать какое-то, что-то вот оскорбительное, или там что, любое, любого вида насилия, отказ уже является тем вообще благословенным вообще каким-то периодом, и человек уже сейчас уже спасен, понимаете, вот джейнисты как бы так считают, джейнисты вообще отвергают полное насилие, и вот эти белые джейнисты, они, это те самые люди, которые ходят в таких масках, таких марлевых на лице, чтобы, не дай бог, там паучок никакой-то не упал в рот, вот когда они идут, они перед собой там венечком машут, чтобы там, не дай бог, не задавить там букашечку, какую-то там тракашечку, вот, но при этом, ребята, вот они, джейнисты, мне, кстати, эти ребята очень сильно напоминают вот старообрядцев, которые полностью не отказывались воевать, они отказывались от любого видна насилия, и чтобы сохраниться, они вот уходили там в леса, прятались, чтобы просто не участвовать ни в каких военных делах, полностью отказывались от оружия, оружия, это одна ступень, вторая ступень, ребята, это просто нужно перестать врать, вот, ребятки мои, если, мне кажется, что вот это вот, с приходом, вот этого всего, не насилие к тебе, да, когда ты начинаешь там внутри себя копаться, и понимаешь, что на самом деле, вот, насилие является в прошлом вот твоим вот каким-то, что ли, моторчиком, да, когда ты видишь вокруг себя там, как слабые там, а сильные вот так вот, здесь сюда там, я трубу твою качал, да, вот эти все вещи ты переосмысливаешь, ты вдруг начинаешь очень четко понимать, что вообще ты врал всю свою жизнь вообще, ты из точки зрения вот обычно здравого смысла, да, и современного человека, который обладает там такими понятиями, как файлы, харддрайв, мэмори, понимаете, можно же конкретно, если там, допустим, согласиться вот с этими людьми, которые называют себя ученые, о том, что мой мозг, это такой большой харддрайв, понимаете, то человеческая ложь, она занимает, наверное, на там 70 процентов нашего харддрайва, вы понимаете, то есть человек, который врет, человек должен помнить, кому и что он соврал, в каком месте он говорил это, в каком месте он придумывал то, и это же не просто, это же реально, ребята, просто залежи памяти человеческой, и мне кажется, что вот это вот отрицание вранья, вот оно приводит к абсолютно благоприятным вообще эффектам на человека, понимаете, просто эти файлы начинают заполняться какими-то там прикольными ощущениями, или там текстами хотя бы человеческими, понимаете, а не песней там Бритни Спирс, Бритни Спирс ООААА 15 раз, вы понимаете, то есть мы освобождаем огромное количество нашей, просто мемори нашей, для того, чтобы туда что-то легло, я не знаю, там любовь к песням, понимаете, или там желание там встать и позаниматься чем-то, понимаете, мы постоянно должны помнить, что кому ты когда соврал, чтобы тебя там не заловили, не сказать, да Господи Боже мой, понимаете, Когда человек отказывается от вранья, мне кажется, в его жизни уже наступает довольно светлый период времени, когда человек перестает видеть вокруг себя врущих людей, сам перестает врать, понимаешь? И, ну, конечно, есть очень серьезные в этом проблемы, потому что ты в таком случае обязан и людям говорить правду, понимаешь? А учитывая, допустим, мою деятельность рабочую, да, я могу очень часто видеть там опухоли у людей, я могу находить там какие-то вещи, которые, то есть вот с этим нужно вот, конечно, ребят, быть очень-очень осторожными, ребят, на самом деле. Желание иметь что-то чужое, желание отобрать что-то или украсть что-то у кого-то должно исчезнуть. Потому что это, конечно же, является, то есть не таким образом ты, конечно же, наносишь людям харм, да, ты их, там, конечно, это неверно, ребят мои. Вот, и очень долго, на самом деле, вот, ты ловишь на себе, очень, вот я по себе, да, я думаю, что я очень долго, наверное, года четыре, вот я ловил такую прокатывающуюся по тебе волну. Когда ты там живешь во шраме, да, и ты видишь у кого-то что-то там какое-то там супер, что-то какое-то вообще, там, прикольное что-то, да, там, там, хард-драйв какой-то там прикольный или еще. И ты смотришь на это вот, и в тебе такая пролетает, такая электрический вот этот вот импульс, типа, эх, мне, ай, ай. Вот такой вот какой-то вот такой импульсок зависти и желания, ух ты, я тоже себе такой вот надо мне заполучить. И вот это вот, ребята, вот такая вот штучка, которая вот называется, вот она последняя, номер пять, да, которая и говорит о том, что не нужно привязываться к бесконечным вещам вокруг нас. Вы понимаете, вот это вот наше, мало, то есть мы, еще раз, мы отказываемся от насилия, мы начинаем говорить правду, и мы перестаем даже хотеть что-то, кого-то, что является не твоим. Все. Ты увидел чье-то что-то более красивое, вкусное, чем у тебя, загаси вообще любые дальше мысли, которые твой мозг начнет думать, глядя там на какое-то портмоне из ануса крокодила какого-то там, бегемота последнего в Африке, понимаешь, бегемотика, который у такого же размера и засушили, понимаешь. То есть вот эти вот мысли, желания, где-то подмысли, помыслы должны быть вот заглушаться, все это должно там где-то быть на уровне помыслов, ребят, ну, понимаешь. И вот это вот ощущение того, что мало того, что ты хочешь, чтобы у тебя это было, да, но ты еще там думаешь, вот какой классный вот это, ох, слушай, надо себе, может быть, такое купить, понимаешь. Мы мало того, что относимся к вещам, как уже не к вещам, мы их там идеализируем, мы вокруг себя расставляем вот именно в той последовательности какие-то штуки, мы любим эту подушку, мы с детства привязаны к этой игрушке, мы постоянно, постоянно покупаем и храним дома бесконечный хлам вообще. И вот это вот охламление самого себя, понимаешь, оно связано просто с тем, что ты привязан к какой-то вещи, понимаешь. И это, конечно же, заслуга твоего ума и заслуга твоего тела, понимаешь, но не заслуга тебя, потому что ты не тело, ты не ум, поэтому нечего хранить что-то, чему там пипец сколько лет, понимаешь, кроме того, что если она, конечно, досталась от бабушки, и это что-то святое с ней связанное, понимаешь. Но остальное все, пожалуйста, пересмотри, пойди свой гараж там пересмотри, понимаешь, у тебя там хлам, к которому ты просто тупо привязан, понимаешь, какие-то там, у меня там крабики до сих пор где-то там стоят с Азовского моря 1981, там, понимаешь, какая-то рыбка там стоит из Советского там Союза, она, моя мама привязана к этому, ребята, вот. И вот эта вот привязанность к вещам нашим, вот, является, наверное, тоже очень важным таким моментом, от которого надо просто отказаться, в плане того, что ты что-то потерял и, ну, и потерял, вот. Потому что вот эти вот там рыдания бесконечные от того, что у тебя там украли хард-драйв, который ты там, он такой классный, вот, очень вот радует тебя в плане того, что фуф, я так не плачу. Ну, не в плане рад, ты, конечно, переживаешь там за человека, понимаешь. Так вот, еще одной важной ступени, вот, которая здесь четвертая написана, брахмачарья, да, является тоже такой очень спекулятивный момент, что именно означает брахмачарья, да, что это такое. И существует там несколько, как бы, подходов к тому, что брахмачарья, потому что брахма – это ум, да, сила ума, и вот брахмачарья. И изучение книг является ли брахмачарьей, конечно, а отказ от секса в период изучения вот книг, да, ты, допустим, пришел в ашрам какой-то и говоришь, ребята, слушайте, я хочу, у меня сейчас период в жизни такой сложился, да, так хорошо сложилось, что у меня деньги есть на кармане. И у меня вот в этот период времени, мне просто интересно вот сесть и почитать древние книги, понимаешь, я могу так сделать? Тебе в ашраме говорят, да, конечно, пожалуйста, плати там за еду, там что-то там, стой тут, делай со всеми упражнениями, сиди, читай, понимаете. В таком случае я направляю свой ум, понимаете, на какие-то умственные, на работу вот, ум, на работу своего ума, потому что я читаю книги. И в этот период времени, конечно, мне же желательно не заниматься сексом, понимаете, чтобы сэкономить этот brain juice, чтобы активизировать работу моих нервных клеток, понимаете. В таком случае мои там половые клетки, половые мои органы, понимаете, они будут меньше употреблять этого, потерпят пока, а питательные вещества там улетят моему там уму, к примеру, понимаешь. И вот к чему я говорю, что по моему мнению и оба вот эти вот подхода к описанию, что такое брахмачария, они очень правильные, потому что изучение древних книг, конечно же, оно идет рука под руку с тем, чтобы ты там сексом не занимался налево и направо, понимаешь. Потому что если ты будешь заниматься сексом налево, что-то сюда приехал, в ашраме вообще никто этим не занимается. Вот, и если ты начал заниматься сексом, то тебе не хватает ума, чтобы сидеть там что-то запоминать и раскидывать головой, понимаете. Поэтому вот брахмачария, мне кажется, это и есть вот это вот, может быть, хотя бы временное какое-то, но вот отказ от мирских там развлечений, в том числе и секс, и направление своего ума, силы воли, своей любви, своего там, не знаю, там, железной задницы на то, чтобы приходить и читать и уразуметь какие-то книги. Вот, и интересно вот, что, друзья, я вам скажу, что вот из этого всего списка, из пяти отказов, да, вот того, от чего мы должны отказаться, вот брахмачария является поводом, между прочим, чтобы вам разрешили одеть оранжевые одежды в любом ашраме. Ну, я не знаю, в любом, в любом, потому что я не в любых, в любых как бы жил. Понимаете, но я точно могу сказать, что в Акар Макаре, Аджуна Акара и у надхов, если ты заявляешь, что ты брахмачария, то тебе в любом ашраме тут же дают оранжевую одежду. В таком случае ты ничем не отличаешься от людей, которые живут в ашраме, ты один из таких же монахов, понимаешь. Ты отказался от секса точно так же, как и они отказались, вот, но ты не прошел, конечно, обряд там, ты не скопец, как основные йогины баба, но ты ничем отличаешься от этих людей, понимаешь, ничем. Ты точно так же отвернут от секса, от мирских каких-то блах, там, дискотек, как и они. В таком случае вот оранжевую одежду ты получаешь, и ты когда приходишь в любой храм, где угодно, да, и на тебя смотрят, что ты в оранжевом, и ты сразу говоришь брахмачария, и тебе все кивают головой, типа, ну понятно, все, все, проходите там, садитесь там, вон там ваше место, пусть там, вот. И тебя садят есть, когда там высаживается ашрам кушать, допустим, там, надховский ашрам, то тебе сажают перед гостями, которые приехали, просто обычные люди, чтобы там остаться, понимаешь. То есть идет, конечно, там, гуруджи ту-ту-ту-ту, идет ряд монахов всех там, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да, тапошвины идут, и ты потом там сидишь. Вот, то есть ты как бы в эту семью очень-очень легко входишь туда, когда ты заявляешь о том, что ты брахмачарий. Вот, и по всей видимости, наверное, эти ребята понимают, что если ты знаешь, что такое брахмачария, ты говоришь, что такое брахмачария, значит, ты и отказался от насилия, значит, ты ничего тут не украдешь ни у кого, понимаешь. И уж тем более там ничего не захочешь, тут что-то там, к чему-то пристраститься, потом рыдать, расставаясь там с этим, понимаете. Вот, давайте, друзья мои, сделаем перерывчик, мы завтра поговорим о Нияме. Это вторая ступень в Патананджали-йоге. И если яма, это такое похороны, смерть, что-то, чего-то такого, от чего мы должны отказаться, да, а мы должны отказаться, ребята, от вранья, потому что это просто вообще с точки зрения, не знаю, сил природы это неправильно, потому что огромное количество там запасов нашей умственной там памяти, понимаешь, наших там хард-драйвовской памяти, нами тратится только на то, чтобы проследить, где это вранье, как оно там должно, кому-то должен врать, кому-то не должен врать и так далее, и так далее. И вот эти вот вещи являются, мне кажется, очень-очень важными, и эти процессы внутренние, человеческие, они, наверное, должны занимать наш ум, когда мы едем на работу и с работой, понимаете. Вместо того, чтобы читать новости, вместо того, чтобы участвовать в каких-то там проектах, чтобы там кого-то слушать в Фейс Контакте, мне кажется, что человек современный, ему достаточно там 20 минут, 40 минут, часу езды на работу и с работы для того, чтобы задать самому себе вопросы вот эти вот, а способен ли я отказаться от насилия по отношению к окружающим вокруг меня людям, по отношению на вообще уровне мышления, даже на уровне помысла. И помните, ребят, что наши дедушки и прабабушки, они просили прощения за свои плохие помыслы. Даже не за мысли, ребят мои, а за помыслы. Завтра мы поговорим о том, что такое не яма. Пять ступеней наоборот, чего-то того, что мы должны взять, приложить к себе, понимаете. Мы должны сказать, вот, вот это вот новые какие-то вещи, мы отказываемся от чего-то старого, но мы должны обязательно приобрести что-то новое. А что, вот, что вот в эти освободившиеся места нашего хард-драйва, когда я там перестану хотеть кого-то там прибить, понимаешь, вот тут вот врать, вот эти вот места, которые освободились вдруг славно в моем хард-драйве, чем бы мне их запомнить для того, чтобы потом мне вот в этом пути освобождения себя от дуалистического мышления было намного проще, легче и быстрее. Харион, с вами доктор Перч. Мы, ребят мои, пытаемся стать пранаяндией. Харион.